МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тридцатые годы двадцатого столетия. Совсем недавно закончилась Первая мировая война, а в Европе опять неспокойно. В ряде государств правят фашистские диктаторы. В Италии Бенетто Муссолини, в Германии Адольф Гитлер, в Испании Франциско Франко. Вооружение армии становится все более совершенным. Появляются новые виды танков, самолетов, автоматического оружия. В 29-м году советское правительство принимает постановление о состоянии обороны страны. Активно развивается оборонная промышленность. Идет ускоренная подготовка специалистов. В кратчайшие сроки планируется оснастить войска новой техникой. Этот процесс получает название «Механизация и моторизация Красной Армии». Наряду с другими видами вооружения требуются бронированные машины различного назначения, в том числе и танки. Июль 1929 года. Советское правительство утвердило первую программу вооружения Красной Армии. На тот момент в состав мото-механизированных войск входили танки МС-1 и бронеавтомобили различных типов. Но эта техника уже не отвечала требованиям времени. Были необходимы новые боевые машины. Экономика СССР развивалась невиданными темпами. По всей стране рождались гиганты черной и цветной металлургии, энергетики и машиностроения. Советская промышленность была готова выпускать современную военную технику. Однако отечественные конструкторы не могли в кратчайшие сроки создать новые танки. Сказывалось отсутствие необходимого опыта. Поэтому для начала их выпуск решили наладить на основе западных машин. В ноябре 1929 было создано управление механизацией и моторизацией Красной Армии. И буквально через месяц по распоряжению народного комиссара Сергея Арджиникидзе за границу отправилась специальная комиссия. Возглавлял ее лично начальник управления Иннокентий Халебский. Целью поездки была закупка иностранного вооружения, в том числе и танков. Посетив ряд стран, члены комиссии остановили свой выбор на британских и американских танках. Причем в поле зрения попали машины различного назначения. На их основе и начали создавать отечественную бронетехнику. Первой стала легкая танкетка Т-27. Т-27 создали на основе закупленной в Великобритании танкетки «Карден Ллойд». Согласно техническому заданию, машина должна была полностью копировать базовый вариант. В 31-м году английскую танкетку доставили в СССР. Ее буквально разобрали по винтикам. Чертежи перевели в метрическую систему. Как результат, советский вариант мало чем отличался от оригинала. Важно было не изобрести что-то новое, а срочно наладить серийное производство. Уже через три года на вооружении Красной Армии находилось свыше трех тысяч танкеток Т-27. Танкетки использовали для поддержки пехоты в наступлении. Но их боевая ценность все же была недостаточной. Из-за малых размеров они с трудом преодолевали препятствия. Чрезвычайно слабыми были их защита и вооружение. Постепенно основным назначением Т-27 становились разведка и доставка штабных донесений. Вот тут небольшие размеры машины пришлись как раз к стати. Основу бронетанковых войск в 30-х годах составляли легкие танки. Именно танки, а не танкетки. Они имели более мощную броню, вооружение, ходовую часть. Но самым существенным их отличием от танкетки Т-27 была поворотная башня. Легкий танк Т-26. Образца 1931 года. Боевая масса 8,2 тонны. Экипаж 3 человека. Оружие. Два пулемета калибра 7,62 мм. Мощность двигателя 90 лошадиных сил. Максимальная скорость 30 км в час. Т-26 должен был стать точной копией еще одной британской бронированной машины. Двухбашенного танка Виккерс. Советских военачальников привлекла маневренность и скорость Виккерса. В феврале 31-го было принято постановление о начале серийного производства нового легкого танка. Но идеально скопировать машину не получалось. На бронелистах были трещины, не подходили друг к другу цилиндры, поршни и кольца двигателя. Рассыпались прокладки. На заводе скопилось более сотни машин, которые военпреда не желали отправлять в войска. А по плану в 32-м году нужно было выпустить 3000 танков. И тогда конструкторскому бюро ленинградского завода «Большевик» разрешили доработать машину. В конструкцию узлов и агрегатов танка были внесены изменения. Надёжнее стали работать двигатель и трансмиссия. Выпустив порядка тысячи танков с пулемётным вооружением, приступили к более серьёзным изменениям. В 33-м году по заказу военных наладили производство нового варианта танка. В правой башне вместо пулемёта установили пушку калибра 37 мм. Вскоре военные потребовали оснастить танк пушкой ещё большего калибра. Но втиснуть массивное орудие в двухбашенную машину не удалось. Тогда конструкторы установили одну большую башню, которая, естественно, вытеснила вторую. Так лёгкий танк Т-26 стал однобашенным. Этот вариант был самым массовым. В такой модификации выпущено свыше 8 тысяч машин. Кстати, дуга вокруг башни служила не только поручнем. На самом деле это антенна. Собственно говоря, она так и называлась — поручневая антенна. Это был атрибут, как правило, командирских танков, на которых устанавливалась радиостанция. Вот такая подсказка противнику. На протяжении 30-х годов Т-26 был одним из основных танков Красной Армии. Вот как показана жизнь батальона, вооружённого танками Т-26, в учебном фильме тех лет. Проверка узлов и агрегатов. Устранение неисправностей. Особого внимания требует к себе вооружение танка. Вот отрабатывается эвакуация танка с поля боя. Один Т-26 буксирует другой. В роли подбитого танка выступает Т-26 модификации 1938 года. Его отличает новая башня конической формы. А так выглядит эвакуация танка с неисправным ведущим колесом. КОНЕЦ В 38-м на танке стали устанавливать устройство, позволявшее вести прицельную стрельбу с ходу. Принцип его действия был следующим. При движении гироскоп стабилизировал поле зрения телескопического прицела. Выбрав цель, наводчик нажимал на спусковой механизм. И как только ось ствола пушки совпадала с осью прицела, автоматически происходил выстрел. Цель поражена. Еще одним легким танком, принятым на вооружение Красной Армии в начале 30-х годов, стал БТ-2. Легкий танк БТ-2. Боевая масса 11 тонн. Экипаж 3 человека. Оружие. Пушка калибра 37 мм и один пулемет калибра 7,62 мм. Мощность двигателя 400 лошадиных сил. Максимальная скорость. На гусеницах 52 км в час. На колесах 72 км в час. Возможность передвигаться и на гусеницах, и на колесах была особенностью танка БТ-2. С какой же целью снимали гусеницы? Дело в том, что в те годы ресурс гусениц не превышал тысячи километров. Для ведения боя этого вполне хватало. Но как только требовалось участие танков в другом удаленном месте, возникала проблема. Если бы танки двигались своим ходом, то для последующих операций ресурса гусениц могло не хватить. А переобувание всех танков — это потеря драгоценного времени. Можно было, конечно, перевозить танки по железной дороге, но это еще большая трата времени. Ни о какой внезапности удара по противнику говорить уже не приходилось. Одним из решений проблемы виделось применение колесно-гусеничного движителя. Для совершения марша гусеницы снимались, и танки мчались по дорогам на колесах. В этом случае управление осуществлялось при помощи съемного руля. Такую схему в 20-х годах предложил американский конструктор Уолтер Кристи. Именно на основе купленного у Кристи танка и был спроектирован советский БТ-2. БТ означало «быстроходный танк». Американец продал танк без башни. Ее предстояло сделать самим. В самом начале испытаний случился еще один казус. Отвалилось правое направляющее колесо, а без него танк не мог передвигаться на гусеницах. Поломку устранить не удалось, поэтому дальнейшие испытания проходили только на колесах. Зато стало понятно, что американская военная машина требует доработки. Производство поручили Харьковскому паровозостроительному заводу. В тот момент там налаживали выпуск отечественного танка Т-24. У него могло быть продолжение, но когда был куплен танк Кристи, все силы бросили на западную бронированную машину. На заводе создали специальное конструкторское бюро. Сначала его возглавил Семен Гинзбург, а чуть позднее Афанасий Фирсов. 23 мая 1931 года вышло распоряжение комиссии обороны СССР. Харьковскому заводу предписывалось в кратчайшие сроки наладить выпуск нового танка. За полтора года обязали изготовить 2000 машин. Времени было в обрез. Ко всему прочему не хватало станков, строительных материалов. Завод просто оказался не готов к таким объемам. В итоге в установленные сроки выпустили лишь треть от требуемого числа машин. И только в 1934 году войска получили необходимое количество танков. В марте 1933-го в серийное производство был запущен танк БТ-5. От предшественника его отличала более мощная пушка калибра 45 мм. На следующем варианте, БТ-7, корпус уже был не клепанным, а сварным. Он стал более простым в изготовлении и, главное, намного прочнее. БТ действительно был танком быстроходным. На гусеницах машина легко разгонялась до скорости 50 км в час. Порой не замечая на своем пути препятствий. БТ-7 Именно на БТ советские танкисты стали впервые осваивать прыжки. Так можно было преодолеть небольшие речки и рвы. Рекорд принадлежит испытателю Евгению Кульчицкому. 42 метра свободного полета. Остается только догадываться, что чувствовали при этом танкисты, помимо гордости за страну. Танки БТ неспроста обладали такими возможностями. Если Т-26 применялись для поддержки пехоты на начальном этапе наступления, то БТ должны были развить и закрепить успех в оперативной глубине обороны противника. Однако опыт Первой мировой войны говорил, что для прорыва сильно укрепленных оборонительных позиций требуются более мощные, чем легкие танки, боевые машины. Средний танк Т-28. Боевая масса 25,2 тонны. Экипаж 6 человек. Оружие. Пушка калибра 76,2 мм. И 4 пулемета калибра 7,62 мм. Мощность двигателя 500 л.с. Максимальная скорость 40 км в час. Создавать Т-28 начали в 31-м году в конструкторском бюро под руководством Семена Гинсбурга. Хотя и создавали машину с оглядкой на западные образцы, но по большому счету Т-28 — это советская разработка. Спроектировали подвеску, трансмиссию, конструкцию корпуса и башен. Т-28 был танком трехбашенном. Основным его оружием была мощная пушка. Она размещалась в центральной башне. В двух других устанавливались только пулеметы. Новый танк произвел благоприятное впечатление на военных. Он стал поступать в войска в 34-м году. Как и вся военная техника, машина постоянно модернизировалась. Усиливалась броневая защита, росла эффективность вооружения. Т-28 становился все тяжелее. Но все же не он был самым мощным танком того времени. 30-е годы 20-го века. Страна советов стремится показать всему миру свою мощь. Грандиозным проектам и стройкам нет числа. Возводятся громадные здания, строятся километровые плотины, создаются монументальные произведения искусства. В небе проплывают армады бомбардировщиков. Есть свой колосс и у танкистов. Тяжелый пятибашенный танк Т-35. Тяжелый танк Т-35. Боевая масса 50 тонн. Экипаж 11 человек. Оружие. Одна пушка калибра 76,2 мм. Две пушки калибра 45 мм. Шесть пулеметов калибра 7,62 мм. Мощность двигателя 500 л.с. Максимальная скорость 30 км в час. Этот сухопутный линкор предназначался для прорыва особо сильных и заблаговременно укрепленных оборонительных полос. Там, где другие танки были бессильны. 50-тонный гигант был разработан в конструкторском бюро во главе с Николаем Барыковым. Многочисленное вооружение Т-35 размещалось в пяти башнях. Танк буквально ощетинился пушками и пулеметами различных калибров. По мощи пушечного вооружения Т-35 был сопоставим с одним средним и двумя легкими танками. Самой большой центральной башне устанавливалась 76-мм пушка. В диагонально расположенных средних башнях пушки калибра 45 мм. В малых — танковые пулеметы Дегтярева. Правда, применить всю эту огневую мощь в боевых действиях практически не довелось. Лишь в начале Великой Отечественной этому танку довелось повоевать. Да и то недолго. Большинство Т-35, морально устаревшие к тому времени, были потеряны в первые месяцы войны. Необычный танк вызывал неподдельный интерес у немецких солдат. Зато в 30-х годах этот Исполин был настоящим символом эпохи. Его с гордостью демонстрировали на всех военных парадах. Т-35 величаво возвышался над своими меньшими собратьями. Но больше — не всегда значит лучше. Т-35 был чересчур громоздким. Большая длина ограничивала его подвижность. Со временем стала недостаточной защищенность танка. Попытки увеличить толщину брони ни к чему не привели. Резко снижала скорость, ухудшалась маневренность. В 1939 году выпуск танка решили прекратить. К тому времени была изготовлена всего 61 машина. Единственный сохранившийся до наших дней экземпляр танка Т-35 поражает своим видом посетителей военно-исторического музея в подмосковной Кубинке. Стоит отметить, что строительством тяжелых танков занимались и на Западе. Например, 30-тонный английский танк «Индепендент». 40-тонный итальянский «ФИАТ-2000». 70-тонный французский танк «2С». Но, как и в Советском Союзе, основной упор делался на развитие легких и средних танков. В числе лидеров по количеству выпущенных танков была Великобритания. Британские конструкторы делали ставку на быстроходные, или, как их называли сами англичане, крейсерские танки. К концу 30-х годов на вооружении Королевской Армии находилось 10 тысяч машин. Одним из лучших у французов был танк фирмы «Сумуа» С-35. Назывался он «Кавалерийским», поскольку предназначался для совместных действий с конницей. Что касается Германии, то после Первой мировой войны, согласно Версальскому мирному договору, ей было запрещено выпускать собственное вооружение. Тем не менее, немцы тайно изготовили несколько танков под видом тракторов, а испытали их в Советском Союзе. В те времена отношения между Германией и СССР были достаточно доверительными. И поэтому в 1927 году в Казани был открыт учебный центр по подготовке немецких танкистов. Там же и провели испытания этих так называемых тракторов. С приходом к власти нацистов, Версальские ограничения и вовсе были отброшены. Немцы активно приступили к созданию новых танков у себя на родине. А учебный центр в Казани был закрыт. Стремясь предугадать характер будущей войны, конструкторы пытались расширить возможности военной техники. Война проверит правильность того или иного решения. А до этого поиск шел по самым разным направлениям. Так в 30-х годах танкам придавались все новые и новые свойства. И вот уже танк с легкостью преодолевает водные препятствия. Т-37. Первый серийный советский плавающий танк. На воде Т-37 дополнительно удерживали поплавки, а движение осуществлялось с помощью грибного винта. Эти танки в первую очередь применялись для разведывательных целей. Через некоторое время парк плавающих танков пополнился еще одной машиной – Т-38. В то же время проводились испытания танков для движения под водой. Машины герметизировались, оснащались специальными воздухопитающими трубами и таким образом самостоятельно перемещались по дну реки или озера. На базе танков создавали спецтехнику. Это были инженерные машины. Они предназначались для укладки мостов, преодоления минных полей, растаскивания проволочных заграждений. Причем некоторые из этих машин даже не были вооружены. Зато на других экспериментировали как раз с вооружением. Появились огнеметные танки. Горящие струи выбрасывались на десятки метров. Кажется, один только вид этого огнедышащего дракона должен был повергнуть врага в смятение. Однако из-за специфики своего применения широкого распространения огнеметные танки не получили. Для усиления вооружения пытались применить и ракеты. На танке БТ-5 смонтировали опытную установку для запуска танковых торпед. Но работы были свернуты на самой начальной стадии. Слишком малой была дальность полета. К тому же торпеды были не защищены от пуль и осколков. Куда более перспективными были самоходные артиллерийские установки на гусеничном ходу, сокращенно САУ. Своим огнем они были призваны поддерживать танки во время наступательных действий. САУ, в отличие от танков, оснащались более мощным и разнообразным вооружением, например, гаубицей. В отличие от пушки, которая стреляет относительно прямолинейно, гаубица стреляет по баллистической траектории. То есть снаряд сначала набирает высоту, а затем снижается. Таким образом можно вести стрельбу через наступающие боевые порядки своих войск, через искусственные и естественные преграды. В 30-х на базе существующих серийных танков было разработано несколько десятков образцов самоходок. Однако подлинный расцвет советских бронированных самоходных установок пришелся на годы Великой Отечественной войны. Итак, танки прыгали, плавали, извергали огонь. Но самой любопытной была попытка научить танк летать. Причем не на десятки метров, а на несколько сотен километров. Первый и самый очевидный шаг — перевозка танка самолетом. Например, малые танки Т-38 или Т-37 на специальной подвеске крепились к фюзеляжу бомбардировщика ТБ-3. И самолет доставлял их в нужное место. А как перевести более тяжелые танки? Грузоподъемность ТБ-3 самого крупного военного самолета того времени не превышала пяти тонн. Поэтому танк и самолет решили совместить в единое целое. Согласно проекту Арама Рафаэль Янца, танк БТ крепился к безмоторному самолету. Воздушный винт приводился в движение с помощью механической передачи от двигателя танка. После посадки от соединения танка от планера происходило без выхода экипажа. Была построена деревянная модель, но дальше испытаний в аэродинамической трубе дело не продвинулось. Впрочем, эта идея получила развитие в 1942 году. Авиаконструктор Олег Антонов предложил пристыковать к танку крылья и буксировать его за самолетом, как планер. Летчик Сергей Анохин провел даже летные испытания, но этим и ограничились. Самым экзотическим был проект летающего танка инженера Михаила Смолько. В 1937 году он задумал создать танк с выдвижными крыльями, хвостовым оперением, как у самолета, и складывающимся винтом. По заверениям конструктора, самолета-танк мог взмывать в небо на высоту 2000 метров. Дальность полета должна была составлять 800 километров. Не все самолеты того времени могли покрыть такое расстояние. Остается только догадываться, смог бы это сделать летающий танк Смолько. Конструктор построил лишь деревянную модель. Процесс механизации и моторизации шел полным ходом. Красная армия массово оснащалась новыми и более сложными бронированными машинами. Необходимы были и новые специалисты. Активно велась подготовка командного и технического состава. Обучение осуществлялось в многочисленных бронетанковых школах, созданных по всей стране. Набор в эти школы проводился на добровольной основе, и от желающих не было отбоя. Обучали будущих танкистов и в войсках, и в общественных организациях. В одном только 32-м году всесоюзное общество «Автодор» подготовило 5000 механиков-водителей. Причем управлять им предстояло не только танками. На вооружении автобронетанковых войск по-прежнему состояли и бронеавтомобили. На протяжении всех 30-х годов в стране проходили широкомасштабные учения. На маневрах совершенствовались способы прорыва укрепленной обороны противника. Танки взаимодействовали с артиллерией, авиацией, воздушным десантом. Так на практике отрабатывалась появившаяся в то время теория глубокого наступательного боя. На маневрах все выглядело гладко. А как в реальном бою? Одной из первых серьезных проверок для отечественных танков стала гражданская война в Испании. Из Советского Союза в Испанию на подмогу республиканцам отправились добровольцы и военная техника. Республиканской армии было поставлено свыше трех сотен легких танков Т-26 и БТ-5. Опыт боевого применения в Испании выявил недостаточную мощность двигателя, ненадежность гусениц и элементов подвески этих машин. Бензиновый мотор легко воспламенялся от попадания бутылки с зажигательной смесью. Менее пожароопасные дизельные танковые двигатели в то время не были доведены до ума. Выявилось еще одно неприятное обстоятельство. В ходе уличных боев для огня по верхним этажам зданий не хватало угла подъема пушки. И, пожалуй, основной урок. При всей своей мощи и маневренности танки не могли успешно действовать без поддержки артиллерии, а главное — без поддержки пехоты. Оторвавшись от нее, они становились легкой добычей истребителей танков. Серьезным испытанием для Красной Армии стала война с Финляндией. Она длилась 4 месяца — с ноября 1939 по март 1940. Боевые действия развернулись на границе двух государств от Финского залива до Мурманска. Наиболее тяжелые бои шли на Карельском перешейке. Здесь проходила линия Маннергейма. Эта линия обороны была названа в честь ее создателя, командующего финскими войсками Карла Маннергейма. Протяженность линии составляла 135 километров в длину и 90 километров в глубину. На каждом километре стояли железобетонные доты. Линия была опутана рядами колючей проволоки, усеяна минными полями и взрыта глубокими рвами. Ситуацию усложняли природные условия. 40-градусный мороз, непролазные болота, реки с крутыми берегами и каменные валуны создавали массу трудностей советским войскам. Основными танками Красной Армии были БТ, Т-26 и Т-28. В этой войне выявились новые недостатки легких танков Т-26 и БТ. Машины не могли преодолевать глубокий снег и незамерзающие болота. Их главное преимущество — скорость — сводилась на нет. Действовали они в основном на дорогах или двигались по следу, проложенному Т-28. В Финляндии средний танк Т-28 продемонстрировал все свои лучшие качества. Машина преодолевала противотанковые рвы, огнем 76-мм пушки подавляла вражеские доты. Самым тяжелым препятствием для Т-28 стали гранитные надолбы, остроконечные каменные глыбы, врытые в землю. Пройти их сходу удавалось не всегда. В этом случае надолбы либо расстреливали из пушки, либо выкорчевывали из земли, вооружившись ломами и взрывчаткой. Любопытным было взаимодействие танков и пехоты во время наступления. Дело в том, что Т-28 оставлял в снегу глубокую колею. Получалось нечто вроде окопа, в котором укрывались советские пехотинцы. Водителям танков при этом было категорически запрещено включать заднюю передачу. Иногда к танку крепили бронированные сани. Тем солдатам, которым не хватило места в санях, приходилось бежать следом по укатанному снегу. Справедливости ради стоит отметить, что у Т-28 были свои недостатки. В первые же дни войны выяснилось, что броня танка не выдерживала попадания снаряда из противотанковой пушки. Снаряд калибром 40 мм легко провивал лобовую броню. Поэтому машины стали экранировать, то есть защищать дополнительными броневыми листами. Т-28 оказался очень живучей машиной. Поврежденный танк легко восстанавливался и снова шел в бой. Некоторые машины за время войны ремонтировались по 3-4 раза, но это ничуть не сказывалось на их боеспособности. В конце концов линия Маннергейма была прорвана. Весной 40-го года советские войска заняли выборг. Финляндия поспешила заключить мирный договор. Его подписали 12 марта. Карельский полуостров стал территорией Советского Союза. За боевые заслуги сотни военнослужащих были отмечены медалями за отвагу. Медаль была учреждена в 1938 году. На лицевой стороне изображен танк Т-28. Эта зимняя война стала проверкой боем не только для серийных советских танков. Проверили и новые опытные танки. Тяжелые Т-100 и СМК в единичных экземплярах были доставлены на фронт. Правда, для них эта проверка стала первой и последней. Куда более перспективным выглядел другой опытный танк, испытанный в боях на линии Маннергейма. Это был танк КВ. В ближайшем будущем ему суждено было стать основным тяжелым танком в Красной Армии. В целом и СМК и Т-100 и КВ стали существенным шагом вперед. Не прошло и десяти лет, как комиссия Иннокентия Халебского вернулась из-за границы с чертежами и образцами зарубежных танков. Начав с простого копирования, отечественные конструкторы обрели огромный опыт. К концу 30-х Советский Союз создавал уже танки собственной конструкции. В скором времени некоторые из них сами станут предметом подробного изучения иностранными специалистами. Летом 1939-го на полигонные испытания вышел еще один новый танк А-32. Это название широкой публики ничего не говорит. Но вот его очертания пожалуй знакомы многим. На базе этой машины сделают танк, который станет подлинным символом Великой Отечественной Войны. Его название известно миллионам. Т-34 А поле боя держится на танках Взревут моторы и сверкнет броня По грязи по врагам полстанков Прорвут любую линию огня на танках на пуску